Привет! Обычно я не делаю такие видео, но после просмотра пилотной серии от нового сериала от Netflix, мне захотелось поделиться своим впечатлением. Говорю сразу, на момент снятия видео я смотрел только первую серию. Моё впечатление основано исключительно по материалу пилотного эпизода. В первом сезоне 8 серий, все они доступны для просмотра для подписчиков Netflix. Сюжет сериала разворачивается в США, в небольшом городке Индианы. При неизвестных обстоятельствах исчезает маленький мальчик. Его мать Джойс, роль которой сыграла военная Рейдер, начинает поиски пропавшего сына. И кто мог подумать, что исчезновение ребёнка это лишь ниточка в огромной истории странных событий. Сериал выполнен в стилистике 80-х. По первой серии я не проникся временем 30-летней давности. То ли у команды, работающей над созданием сериала, не получилось воссоздать то время, либо я, кроме отсутствия мобильной связи, ничего не заметил. Сериал мне напоминает недавно вышедшую экранизацию романа Стивена Кинга 11-22-63 и сериал Сосны. Но оно и понятно, ведь команда, работающая над созданием сериала, та же, что и у сериала Уэйон Пайнс, режиссёр Мэд Даффер, продюсер Рос Даффер. И оба они являются сценаристом обоих проектов. Если говорить про первую серию, не используя спойлеры, могу отметить интересную атмосферу загадочности. За что благодарю художника-постановщика Кайла Лэмберта. Но при этом странное поведение родителей, которые позволяют ребёнку добираться домой по лесу поздно ночью. Дети выбираются через окно дома и ведут собственные поиски. Вопрос, куда смотрят родители? Отдельное внимание хочется уделить девочке со сверхспособностями. Поведение ребёнка очень странное. Складывается впечатление, что она не умеет говорить, но при этом обладает суперсилой. А последняя сцена пилотной серии оставляет множество вопросов. Впервые о сериале начали говорить за месяц до премьеры. С момента выхода первого трейлера и релиза первого сезона прошёл всего месяц. Но за это время сериал успел заявить о себе. 10 июля 2016 года стал известен актёрский состав. Главную роль исполнила двукратная номинантка премии «Оскар» в «Айона Рейдер». Зритель мог её видеть в сериале «Друзья» и фильме «Чёрный лебедь». Также был представлен первый постер и новый тизер. В центре Нью-Йорка начала появляться реклама градущей новинки от Netflix. За две недели до премьеры актёр Мэтью Модейн официально сообщил, что сериал продлён на второй сезон. 12 июля Стивен Кинг оставил новое сообщение о своём персональном микроблоге в Твиттер. «Я задаюсь лишь одним вопросом касаемо нового сериала Netflix. Достаточно ли он будет популярным, чтобы обрушить свои же сервера? Возможно». В тот же день состоялся предпоказ первых двух эпизодов для прессы и критиков. Перед входом в Павильон была представлена инсталляция из сериала. По окончанию показа начали появляться первые рецензии и оценки. Среди первых был Эрик Голден, который поставил сериалу 8 баллов из 10. За сутки до выхода сериала оценка на сайте Метакритик составила 78 баллов по 16 рецензиям. 15 июля состоялся официальный релиз первого сезона. Сериал моментально попал в обсуждаемые темы Твиттера. Спустя час после выхода сериала оценка на сайте IMDb составляла 9,3. На данный момент оценка на сайте составляет 9 баллов, что обеспечивает сериалу 24 место в списке топ-250 лучших сериалов планеты. Напоследок от себя хочу сказать, сериал заслуживает внимания. Он интересен своей необычностью. Сериал вместил в себя все самое лучшее от других проектов и приумножил в несколько раз. Пиши в комментарии свое мнение о сериале. Если тебе понравилось мое видео, поставь палец вверх. Также мне интересно узнать, стоит ли мне продолжать делать подобные обзоры или нет. Спасибо за просмотр. И помни, не нужно ехать ночью в лес.